Преодолели непростой по сложности и расстоянию участок. Все обошлось без травм и повреждений. Сегодня второй день конного перехода, посвященного Дню Возрождения Карачаевского народа. Каким он был и куда держали путь сегодня участники масштабного мероприятия, расскажет Алла Качиева. За плечами сложный маршрут без потерь и без ЧП. Участников конного перехода, посвященного Дню Возрождения Карачаевского народа, а они разной национальности, возраста и рода занятий, объединяет одно. Любовь к лошади карачаевской породы. И сегодня и всадники, и их четвероногие друзья в очередной раз доказывают на деле, что им любые преграды по плечу. Они способны с легкостью преодолевать крутые подъемы и передвигаться по узким тропам и абсолютному бездорожью. Мы как выехали с Коянбалки, с конного завода, есть там Ишкакон, водохранилище. Хотели украсить наш маршрут и пошли над тропой, где только козы ходят, поверху вот этого каньона, и там только тропа вмещается, и он очень затяжной. Я удивился, что там еще надо было попрыгать лошадям, чтобы вот как по ступенькам перепрыгнуть, пройти. Я удивился, я думал, что не все лошади могут пройти. Самый большой отрезок конного перехода пройден успешно. Карачаевская порода лошадей не боится больших расстояний. Организм скакунов прекрасно приспособлен к туманам, горному разряженному воздуху и перепадам давления. Преодолев горную местность в 90 километров, участники конного перехода без травм и повреждений добрались сюда, на перевал Гумбаши, который находится на высоте более 2000 метров. Именно это место станет отправной точкой второго дня. Остановились участники конного перехода на турбазе Хайлэнс, которую любезно предоставил Роберт Карабашев. Погода сегодняшним ранним утром ясная, и с вершины высокогорного перевала Гумбаши открываются потрясающие виды на Плато-Бечесын, Кавказский хребет и величавую гору Эльбрус. Они становятся свидетелями строгого осмотра. Эксперты проверяют способность жеребцов выживать в суровых климатических условиях, то есть выносливость. А уже на выставке будут оцениваться внешние данные. Таким образом и будут выявлять лучших. Оценил ходовые качества лошади карачаевской породы по кличке Аспект и Алексей Овчеринка из Ставропольского края. Он впервые участвует в столь масштабном и значимом мероприятии. Очень приятно оказаться в такой компании среди настоящих мужчин, увидеть настоящих жеребцов и поучаствовать в этом мероприятии. Много в жизни пробовали лошадей, но всё-таки на верховую езду, на прогулке нет лучше лошади. Сильнее, выносливее и крепче. И вот все участники конного перехода, а их более ста, получают последние наставления и отправляются преодолевать следующий отрезок пути. Впереди их ждут прекрасные виды на Царские ворота, Чучхурские водопады, легендарное озеро Хурлакюль. Остановятся участники конного перехода в известной местности Большого Карачая Худес. На третий день будут финишировать в Учкулане, где их встретят с почестями. Алла Качива, Лебастанов, Вести Карачева, Черкесия, Перевал Гумбаши.